И сегодня речь пойдет про плохой сон, про бессонницу. Вот скажите, у вас есть бодрость утром после пробуждения и хороший сон с вечера до утра? Нет? Напротив? То есть есть бессонница, ранние просыпания, не высыпаетесь разбитые утром, не правда ли? Так вот, сейчас я вам расскажу о всех причинах бессонницы и о том, как ее победить, и как ее с возрастом не усугублять, как быстро засыпать вечером и хорошо высыпаться, и при этом утром вставать бодрым и бодрость сохранить на весь день. Помните, что качество сна – это самочувствие с утра и на весь день. Мелатонин – это гормон сна, производимый шишковидной железой, то есть эпифизом. А также это мощный антиоксидант. Он вырабатывается только в полной темноте, стимулируется темнотой. Эпифиз превращает серотонин в мелатонин, и вы засыпаете. Он, мелатонин, нужен не только для роста детей, как многие совершенно справедливо думают. Он также является противораковым гормоном, а также регулирует другие гормоны нашего организма – щитовидной железы, надпочечников и так далее. Помните, что если в комнате светло, то выключается, либо сильно уменьшается выработка мелатонина. Свет просто блокирует выработку мелатонина. Поэтому запомните – никакого включенного света детям ночью, никаких ночников не включать. Кто плохо спит, у того больше болезней, разных долгих, трудноизлечимых инфекций и проблем с сердцем. Ведь ему, сердцу, тоже нужно отдыхать. Мелатонин в виде добавок принимать не надо, не спрашивайте меня об этом. Уже ответил. Так как организм просто будет меньше вырабатывать своего собственного гормона мелатонина, так как он его получает извне и будет деградировать данные функции организма. С возрастом мелатонина вырабатывается все меньше, и потому становится больше проблем со сном у пожилых людей. Из-за плохого и некрепкого сна провоцируются и боли, и воспаления, и в области поясницы, и ногах. Когда темнеет на улице, надо спать. В идеале нужно соблюдать солнечные ритмы, то есть зимой и летом по-разному. По солнцу жить в идеале и жить и спать. И это естество от природы, понимаете? Но точно уж нужно спать с 11 вечера до 3 утра в полном глубоком погружении, то есть в глубокой фазе сна. Только в это время вырабатывается гормон мелатонин. А потому ложитесь хотя бы в 22.30, ведь до 23.00 нужно непременно заснуть. Помните про естественные физиологические циркадные ритмы. Но уже в 20.21.00 есть позывы спать. И если вы упустили данные позывы и не заснули в это время, вы просто теряете волну, сбиваете ритмы. Следующий ритм будет через полтора часа, но вы и его можете упустить, как это часто бывает. И такие тренировки не полезны отнюдь, а напротив. Сейчас я вам систематизированно расскажу о 16 причинах плохого сна и о том, что же делать, как наладить оздоровительный крепкий сон. Первая причина – это дефицит калия. При недостатке калия пульс учащается. Ведь калий – это физиологическое успокоительное вещество, помимо прочего. И если у вас вечером при засыпании есть пульс в ушах, чувствуется, то это учащенное сердцебиение, ну это износ сердца. Оно должно отдыхать, а не бодрствовать ночью. Норма пульса при засыпании 60-65 ударов в минуту, не больше. А недостаток калия вызывает стресс, провоцирует выработку гормона стресса кортизола. И пульс при этом учащается. А ведь кортизол – он антагонист мелатонин. Вторая причина – много белка в пище. И особенно в пище во второй половине дня. Жира вечером. Не ешьте. Жирное, калорийное нужно есть утром. Кстати, если есть судороги вечером, значит точно есть недостаток калия и магния. Тогда просто принимайте их дополнительно во второй половине дня. Третья причина – спать стоит на правом боку. Особенно толстым людям, у кого большой живот. Ведь жирная печень давит на сердце, если вы спите на левом боку. А вообще убирайте свой излишний жир. Посмотрите вот это мое видео «Толстый живот бока». Четвертая причина – надо стараться медленнее дышать. Вдох и выдох должны быть равномерными. А не так, что вдох долгий, а выдох резкий. Составлять эти циклы должны по 4-5 секунд. То есть на вдох и на выдох. Потренируйтесь. Так вы успокоите нервную систему. Пятая причина – категорически обязательно выключайте свет на ночь. Никакого света и законы от приборов не должно быть. Потому что если будет свет, то выработка мелатонина снижается существенно, либо прекращается вовсе. Шестая причина – фтор. Этот элемент ядовит для эпифиза. Помните, что и в зубных пастах бывает фтор. Категорически такой не пользуетесь. А также вода во многих городах крупных не только хлорируется, но и добавляется фтор. Поэтому нужны хорошие фильтры. Пользуйтесь обратным осмосом. Посмотрите мое видео, какую воду надо пить. И что течет из-под крана вместе с водой? Седьмая причина. Две важных аминокислоты – глицин и триптофан – они непосредственно влияют на выработку мелатонина. Принимайте по одному-два грамма на ночь во второй половине дня. Можно после последнего принятия пищи через 2-3 часа. Восьмая причина – убирайте стрессы. Дело в том, что гормон стресса кортизол не дает долго заснуть. Помогут в этом вечерние прогулки, ну и различные виды расслабления. О них я ниже сейчас вам расскажу скоро. Еще один очень важный момент. Гормон надпочечников кортизол истощает запасы витамина D. Ну а витамине D3 я коснусь чуть ниже. И эта причина часто будет у вас в 2 ночи. Тогда принимайте больше витамина B1 и вообще всю группу витаминов B. Очень хороший продукт, который содержит всю линейку витаминов группы B – это хлорелла. Под видео будет ссылочка. Если у вас ночью будет мочевой пузырь, то это, как правило, показатель инсулинорезистентности, то есть преддиабетозного состояния. Девятая причина в этой связи – убрать сахар. Обязательно убирайте сахар, дорогие друзья, из рациона питания. Он, как известно, провоцирует синтез гормона поджелудочной железы инсулина. Потом сахар падает в крови. Далее возникает гипогликемия. Ну и тогда вырабатывается адреналин, кортизол. А они мешают синтезу мелатонина. То есть сладкое некоторым изначально даже помогает заснуть. Но вскоре сахар быстро вызывает стресс и бессонницу. И ранние пробуждения в 2-3 часа утра. Я советую ввести интервальное голодание. Об этом я подробно рассказывал в нескольких своих видео на канале. И уберите сахар из пищи, глюкозу. Обязательно. Даже если вы едите пищу с высоким сахаром утром, днём, то под вечер вам будет хотеться вновь есть сладкое. Как раз из-за гипогликемии и инсулинорезистентности. Исключением может быть, ну, например, чайная ложка дикого мёда утром. Медовая вода, как я советую в других своих видео. Десятая причина. Повышенная кислотность в организме. Это враг сна. Например, из-за настойки чайного гриба на ночь выпитого или яблочного уксуса, выпитого вечером. Ну и, конечно же, из-за потребления большого количества высокомолекулярных белков животного происхождения в первую очередь. Ведь это азот, а азот – это сильный закислитель. Одиннадцатая причина. Хотя это, в общем-то, тоже стрессы, но выделю это отдельным пунктом. Потому как это новости по телевизору, это ужасы перед сном, просмотры прочих вредных нервных передач. Это очень плохо. А вот просмотр о природе, культуре, путешествиях – это очень хорошо. Но телевизор не должен находиться ближе трёх метров от кровати. Двенадцатая причина. Это дефицит магния. А магния – это зелень, это витамины группы В, которые тоже очень важны. Я об этом уже говорил. Та же хлорелла содержит много магния. Необходим цинк и кальций, витамин Д3, ещё раз подчеркну это. Потому как, если в каких-то из этих элементов у вас дефицит, то это тоже может влиять на качество сна. Витамин Д3, дорогие товарищи, обязательно доводите до верхней границы нормы. Те нижние границы нормы показывают только то, чтобы человек не заболел рахитом. Верхняя граница нормы на самом деле является минимальной. А витамин Д3 отключает как бы мышцы, убирает спазмы. А вечером это очень важно. Кто дёргает ногами во сне тревожный сон, у того точно дефицит витамина Д3. Принимайте его 10-20 тысяч международных единиц в сутки. Это всего лишь полмиллиграмма. Не так-то много. Для правильного цикла сна нужно больше витамина Д3. Обязательно смотрите вот эту мою лекцию про витамин Д3. И вот эту лекцию, которая объединяет логистику принятия витамина Д3 и К2. Ссылочки будут в описании. Тринадцатый пункт. Враг мелатонину кофеин. Он есть не только в кофе, но и в чёрном чае, даже в зелёном. Кофеин мешает выработке мелатонину. Как, собственно, и этиловый спирт в составе любого алкоголя. Четырнадцатый пункт. В комнате перед сном обязательно должно быть хорошо проветрено. Прохладно. То есть 18-20 градусов не выше. Соответственно, свежий воздух без неприятных запахов. Пятнадцатый пункт. Это то, что недавно вошло в нашу жизнь. Это электромагнитные поля. Вы чей, с вы чей источники излучения? Ну, розетки у кровати недопустимы, конечно же. Если есть розетки у кровати, отключайте рубильники, то есть автоматы данной розеточной группы на ночь. Либо хотя бы вытыкайте вилки из розеток, что у кровати. Помните, что даже если вы выключили сам осветительный прибор, предположим, стоящий на тумбочке светильник, то при включенном в розетку штекере от любого данного прибора ток остается. И электрические, особенно магнитные поля тогда зашкаливают. Что касается сотовых телефонов, обязательно на ночь их выключайте. Либо если такой возможности нет, вы ждете важный звонок, не имеете возможности выключить, то тогда хотя бы убирайте сотовый телефон в противоположную часть дома либо квартиры от того места, где вы спите. Ну, как правило, это кухня. Так вот, задней стенкой, где у телефона антенны, ставьте к стеклу, облокачивая к стеклу окна, скажем, установив его на подоконник. Тогда вы снизите воздействие СВЧ-ВЧ излучений в разы. Знаете, что электромагнитные источники излучения сильнейшим образом снижают выработку мелатонина в эпифизе, а также воздействуют отрицательным образом на весь организм и в частности на головной мозг. Те люди, кто в течение дня часто сидят у компьютера, где блок питания рядом, целый шлейф проводов, это огромный вред. Кто использует электрогрелки, электропростыни, не используйте их, это очень вредно. На все устройства, которые выдают ВЧС-ВЧ излучение, от телефонов до мониторов, кинескопов, телевизоров и так далее, обязательно наклеивайте защитное устройство нейтроник. Это такие микроантенны, микроголограммы. Что они делают? А они просто до 600 раз снижают резонансное разрушительное воздействие на клетку, на ДНК от источников ВЧС-ВЧ излучений. Данные устройства производятся уже 23 года. На нашем сайте nadgar.ru найдите эти устройства нейтроники, посмотрите, на какие конкретно приборы две модели клеются, посчитайте количество данных приборов у вас в доме, у ваших членов семьи и, соответственно, возьмите и наклейте эти устройства на каждый из данных приборов-излучателей. Это персональная защита от ВЧС-ВЧ излучения. Обязательно посмотрите мои видео про А4, 5G, Wi-Fi, хотя бы вот эти два последних моих видео на моем канале. Ссылки будут в описании. Ну и шестнадцатый пункт – это синий свет, исходящий от мониторов, телефонов, то есть смартфонов и так далее. Необходима блокировка синего света. Это специальные фильтры, это можно сделать через программу, если на компьютере есть специальные очки. А вот красный свет, наоборот, хорош, и он провоцирует выработку мелатонина. Ну а теперь в завершении про расслабление и дополнительные мои советы, и подведем итоги. Так вот, дорогие друзья, длительные прогулки перед сном – полезные и необходимые. Физическая активность днем – обязательно. Калий и магний на ночь, как, собственно, и трептофан и глицин, очень хороши. Теплые ванны на ночь, ну, вечером. С содой и солью, как это я рассказываю в своем видео про соду, посмотрите это видео обязательно, очень желательно. Ну а седативные травы на ночь помогут даже тем людям, у кого и бессонницы уже идут долгие годы и даже десятки лет. Такие расслабляющие травы, как сон, трава, пустырник, чабрец, валерьяна, душица и донник. Можно делать из них сборы. Положенные рядом на тумбочку у кровати травы, такие как пустырник и валерьяна, тоже очень помогают заснуть. Прослушивание аудиокниг, выключив свет, конечно же, великолепный вариант. Можно даже на таймер поставить проигрыватель, чтобы он выключился, когда вы уже заснете, чтобы вы не просыпались и не вставали с кровати. Из аудиокниг для хорошего сна я рекомендую прослушивать романы Достоевского. Очень хорошо помогут, гарантированно, книги Адама Смита и Гегеля, потому что они заставляют включать логику, мыслительные способности, и у многих современных людей это моментально вызывает блокировку и сон. Ни в коем случае не ешьте после 14-16.00. А интервальное голодание, скажем, потребление пищи до 14.00, и уже не потребление с 14.00 до, скажем, 10-11 утра следующего дня, это будет идеальный вариант. Массаж, расчесывание головы вечером, великолепные варианты. Помните, что эфиры, вообще ароматерапия, очень эффективна. Я советую посмотреть вот это мое видео про эфиры. Ну и тогда применяйте эфиры мяты и мелиссы. Матрасы для сна не должны быть слишком мягкими. Подушки не должны быть старыми и высокими. Ортопедические эко-подушки использовать можно. Очень помогает занятие на простом, но эффективном дыхательном тренажере самоздрав. Вот послушайте этот маленький отрывок одной нашей клиентки. У меня в течение, наверное, уже лет 9 были сильные проблемы с сердцем. Аритмия была очень мощная, да. В последнее время, начиная вот с осени, я просто не могла вот, ну даже, что называется, жить. Я не заснуть не могла, ничего. То есть надо было принять какой-то препарат. Я принимала, и мне быстро надо было в течение 20 минут заснуть, иначе я не могла спать. Потому что сердце так аритмично работало, и такая слышимость, я задыхалась. Вот я узнала про этот дыхательный тренажер, приобрела его. Я начала дышать. И начинала с 10 минут. Но как ни удивительно, просто на второй день аритмия ушла совсем. Вот совсем. Я стала спокойно спать, стала быстро ходить, как и ходила. У меня ничего. Вот ушла аритмия. Я всем своим знакомым рассказываю, все просто в шоке. Я говорю, дышите, потому что очень много сейчас у знакомых инфарктов. Вот. Но я пока месяц дышу только. Вышла на режим, дышу по полчаса, два раза в день не перестаю. Спасибо разработчикам, и вам спасибо за такие видео. Очень просто замечательно. Приобрести тот самый самоздрав с двойными клапанами можно у нас на сайте надгар.ру. Шума в комнате при засыпании и за час-два до того не должно быть. Аутотренинг, самонастрой, полезные вещи. Волнообразный массаж по часовой стрелке, точки между переносицей и лбом очень хороший старый способ заснуть. Так или иначе, вам обязательно помогут мои советы. А если вы примете их комплексно, то это гарантия на 100% из 100. Ну и сейчас завершение буквально на 2 минуты. Реклама от меня. Моих продуктов, товаров, а не чьих-то других, как это делают блогеры, ну, ради заработка. Товаров, за которые я отвечаю лично, которые укрепляют здоровье и продлевают жизнь. А также будет информация, как купить, заказать наши товары не только жителям России, но и тем, кто проживает за границей в любых странах мира. Слушайте. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт надгар.ру, посмотрите хотя бы два раздела, отзывы и новинки. Ну, а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био, зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на Ютубе для рубрики ответы на вопросы и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня Ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом, вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания. БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухоли. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на Телеграм-канал, который дублирует Ютуб. Мало ли, что с Ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Внимание! Нам нужен водитель со своей машиной, кто проживает в городе Зеленоград, либо близко от него, то есть Лобня, Химки, Красногорск. Пожалуйста, пишите. Под этим видео будет оставлена почта, куда вы можете написать в произвольной форме, что вы заинтересованы предложением работы водителем. То есть развозить заказы наших клиентов по Москве и в транспортные компании для отправки в другие города и страны мира. Разумеется, человек должен быть нашего мира и мировоззрения, то есть не употребляющий алкоголь, не курящий, ну и очень желательно веган. Ждем от вас заявки. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.